всех приветствую мои родные любимые и сердцу моим дорогие христолюбчики братцы и сестры у христе и все люди на земле всех приветствую всем желаю всего самого доброго и светлого вашей жизни во всей ее сферы поводом к записи сегодняшнего видео явился вот такой вот пост в интернете вконтакте не знаю как я на него наткнулся но не суть важно это изображение вместе с текстом на одной картинке после кремации прах помещает специальный биоразлагаемый контейнер зерном выбранного растения после захоронения контейнер начинает разлагаться на питательные вещества и удобрения и зерно прорастает в памяти человеке вырастает новое дерево вместо кладбищ шикарные сады мне очень понравился сам пост и сама мысль сама идея я немножко по гуглил по серфер по посерфил по интернету в поисках информации по этой теме по поводу того как человек прах человека превращается в дерево так скажем да образно что я нашел ну смысл понятен да естественно человека не классика назвать я не решусь потому что ну где действительно трупы усопших умерших людей закапывают где-то кремируют традиции разные они в разные времена истории человечества менялись в тех же самых каких-нибудь странах было преобладала одно потом другое потом наоборот менялась всякое было в разных народах в разных уголках нашей прекрасной земли все было по-разному то есть вы смысл поняли да то есть человека кремируют то есть что такое кремация я надеюсь все знают это сжигание трупа человека естественно после сжигания костей кожи плоти всего там что есть да получается просто пепел прах его называют да урна с пеплом урна с прахом как угодно помните прах праху возвратиться до читаем в библии в первой книге под названием бытие в первых главах как это выглядит понятно то есть называется он биоконтейнер только потому что он сам из материалов легко разлагаемых земле причем очень быстро внутри этого контейнера биоконтейнера естественно помещается земля там со всевозможными удобрениями минеральные веществами добавками какими нужно сам прах этого кремированного трупа человека умершего отделившегося душа которого отделилась от тела по выбору как мы видим предоставляется семечко там дерево растения и человек может выбрать и вот такую такую вот урону такой вот стаканчики честно не знаю каких он прям размеров выдается тем кто кремировал своего усопшего родственника знакомого может быть даже постороннего какого-то человека но решил сделать благое дело если некому было для него такое дело сделать если вы принадлежите к каким-то религиям то в принципе я посерфил когда нашел пожалуйста на вкус и цвет есть такие же биоконтейнеры и христианские с распятием я сам с крестом я сам христианин да пожалуйста ну я хоть и христианин для меня не суть важно будет там на крышечке стаканчика или на самом стаканчике крест да все это уйдет в землю и знать об этом буду в общем-то только я поэтому это не суть важно да вот на так пожалуйста я думаю что и для мусульманинов и для иудеев звезду давида какой-нибудь вам все сделаю сейчас пожалуйста только платите деньги да и вот я уже свой пост такой сделал хочу тоже разместить ну как всегда люблю контраста даты с одной стороны у нас могилка с крестом с другой стороны дерево и вот этот пост я прям поместил не стал даже счет свое там соображать что хочется поговорить по поводу этой идеи этой мысли если честно мне она очень близко по духу да по поводу вообще по поводу самой кремации в принципе мне кремация намного ближе чем закапывать человека труб даже человека в землю несмотря на то что кремация связана с огнем но кто разумный человек тот знает да что бог ничего не создал плохого вопрос куда мы это употребляем мы помним как и огонь огню рози мы помним с вами как мы читаем в библии что господь явился моисею в некоем а ангел господин в некоем огне который горел куст этим огнем да но этот куст не сгорал этот этот огонь так скажем не вредил даже самому кусту якобы который горел да мы помним как с вами на апостолов в день пятидесятницы сошли языки как бы огненные да и тоже ничего плохого они апостол не сделали то есть конечно же в этом мире лежащим возле все перевернуто все бывает очень плохо тот же сам огонь причиняет страдания людям животным хотя огонь приносит и пользу людям это тепло да это можно приготовить пищу здравую пищу добрую пищу какие-нибудь овощи можно потушить пожарить поварить до испечь что-то хлебушек сделать вот то есть все все можно употреблять во благо и во зло и вот сжигание самого трупа человека я не считаю плохим более того мне даже это близко я считаю это более лучшим вариантом и вот когда ты в принципе кремируешь или сожгешь труп у человека разделившегося с этой вот оболочкой ну что ты будешь делать с этим прахом в урне кто знает конечно же есть страны народа где эти прахи хранятся в урне и это урна стоит чуть ли не на самом видном месте в той же самой ну в америке вот фильмах видел да кто смотрит любые голливудский фильм можно увидеть ну я на память фильм этот фактер и знакомство с фактерами что такое помните и там у него урна мамы стояла прямо они кушали и она стояла вот над камином где-то так или там на полочке что-то такое прямо на самом центральном важном месте для семьи для людей да но вы знаете я бы урону хранить вот так ставить у себя вот у меня комнаты допустим стояла по она на стене ну как это назвать этот стенка дали из дсп там или неважно какая-то отдельная даже полочка была бы мне бы честно не вызывало это никакой эстетического наслаждения радости и так далее а вот все что связано с природой и вот идея кремировать человека и вместе с зернышком зерном там все это как-то перед неважно как они там придумали технологию можно почитать я вам не стал никакие статьи если захотите сами поинтересуйтесь все узнаете как они там это делают как что добавляют вот в каких там слоями этапов там все это есть пожалуйста сейчас всего в интернете навалом все можно я естественно собиралась собираюсь вам рассказать не о технологии а поделиться своей мыслями о том что это очень здравая идея сам если мне когда-то придется этим заниматься каким-то погребением своих родственников знакомых друзей возможно да вот и будет техническая вот эта вся и вообще возможности не знаю где это развито я тоже еще этим пока не стал интересоваться потому что для меня это не особо актуально вот у меня хотя вот есть бабушка 95 лет буквально за стеной сейчас в воронеже где живу но это это папина забота пока вот он будет сам решать что делать когда дойдет дело до меня тогда я когда я буду принимать решение тогда я уже буду сам решать что и как но вот я хотел бы с вами поделиться я бы конечно сделал я считаю вообще просто здравая мысль и вот идея вот я же светлые люди придумывают такие мысли да даже и и и и и и и и сказалось бы скорби и плохого могут сделать что-то радостное и вот так вот посадить взять семечко посадить вот в эту биоконтейнер которым там все это не мешали пусть или там отдельными слоями как-то иначе почитал но это не суть важно может быть технологии будет меняться в принципе ты можешь сам просто выспать ты можешь сам все это сделать это так красиво подают конечно биоконтейнер и причем возможно все это естественно устроено при но я так думаю что должно быть как-то устроено при к крематориях да естественно ну есть как это магазин или лавка да где-то заходишь все это драсти уже просто все за тебя делают красиво упаковывают и так далее в принципе ты можешь просто забрать такой же прах в уровне сам где-то это вырыть ямку туда и ну и как любой дерево ты можешь в принципе не только семечко можно посадить уже более-менее выращенное растение а прах просто высыпать в землю или может быть тебе сам прах просто дадут такие же каких-то берут но в биоразлагающих вряд ли контейнер кто-то не знает что ты с ним будешь делать может и действительно будешь ты тогда какую-нибудь урну купишь красивую ты хочешь на полочку поставить вот поэтому по сути неважно в чем тебе дадут этот прах вот ты можешь потом просто высыпать в эту яму как кто сажал растение и горстку пепла сыпят также ложку там добавляют я вот сам сажал там огурцы помидоры естественно ложечку там пепла если ты живешь частном доме я вот живу в деревне там топился дровами понятно было полно зал и эту залу тоже там разбрасываешь по тем же самым ямочка ну вроде как по рекомендациям да можно конечно пересыпать зала тоже не очень хорошо но вот все в меру если то все можно добавлять имеет идея очень нравится чем она мне нравится но вы прекрасно знаете все кладбища окружают нас всегда можно найти они правда вот именно они какими-то огороженными этими кто знает принципе как-то натыкался тоже в интернете на мысли там высказывания целые статьи писалось о том что чуть чуть ли не через 100 лет нам негде будет там хоронить если вот так вот хоронить как сейчас хоронят закапывая людей там целый могильник целую эту ограду а чуть ли кому-то там не склепы выстраивают и там все огораживают и чуть ли не по 100 квадратных метров отдают но на каких-то понятно известных там людей вот и что скоро жить негде будет ну насчет этого я не знаю особенно в россии земля у нас дармовая так это я шучу конечно дармовая смысле земли конечно много я думаю что хоронить можно найти где но если честно я к этому отрицательно отношусь объясняю почему ну кто ходит на кладбище вынуждены по праздникам православные там ходит еще кто-то человек может по собственному желанию конечно сходить опять же с чем у него ассоциируется кладбище трупы смерть ну крест распятия сам вы знаете прекрасно исповедую жизни учения и смерти и воскресения вознесения бога явившегося во плоти но при этом само кладбище до не вызывает у меня никаких эмоций хороших вызывает только тоже какие-то плохие тем более хотя я все это воспринимаю по-своему но это общая атмосфера даже дух который там витает это дух нехороший да и и действительно я вот вам давайте просто по картиночкам пройдемся я прям специального выбрал чтобы все таки на вашу на ваши эмоции повлиять через вот визуальное какие-то видения и представьте вот я бы допустим если такая возможность была я бы так сделал у меня вот есть деревенька да есть домик свой я бы такое дерево вырастил бы на своем участке и это было бы прекрасно и не надо никакое место на кладбище покупать там куда-то ходить у тебя вот дерево которое ассоциируется понятно твой усопший родственник на неважно кто это может вообще посторонний человек которому это благое дело оказал может быть его хоронить некому был он там какой даже бомж остался понятно я хотя верю и в реинкарнацию то что человек может по божьему так скажем промыслу и не раз приходить на эту землю причем я верю что человек может реинкарнировать даже в животное а возможно даже и в растении если он плохо себя вел в этой жизни чтобы познать все то зло которое он творил в этом мире душа чайска может оказаться даже в плоти животного и возможно даже вот в теле этих растений да я этого не исключаю вот я может сказать даже исповедую но при этом конечно же я не исповедую не верю в эту магию в то что ты просто если действительно пеплом этим вообще душа человека это есть человек вот это настоящий человек она имеет вид сколько там человек раз перерождается какие одежки одевает это не суть важно и вот конечно же от того что ты посыпал пеплом от не знает что ты душу этого человека заковал в это дерево он обязательно теперь в этом дереве будет расти и жить да нет конечно же в это я не верю а вот как раз в то что ты для тебя это будет символ и мы все любим такие вещи как как правильно назвать что-то не хватает у меня словарного запаса но вы знаете да то есть вещи которые нам что-то напоминают сувениры те же самые да когда нам привозят кто-то и дарит потом где-то был приехал подарил дело у меня даже этот сувенир не столько ассоциируется ну с египта приехал тебе там кошечку допустим подарили кто знает египетские кошки очень там в ходу да считается символом тоже египта кошка пожалуйста вам подарили такую статуэточку кошки ну что она для вас будет значить ну да конечно же если вы знаете все это будет египтом но прежде всего у вас эта кошечка статуэточка где-то стоящие даже элементарный магнитик на холодильнике не знаю есть это еще моды их там собирать и вешать или нет вас будет и сыроц прежде всего с чем с тем человеком кто вам это подарил это всегда так вот поэтому мы дорожим и храним порой какие-то вещи каких-то людей до вплоть до одежды до каких-то мелочей до зубных счеток есть люди доходят да все это есть и конечно же я говорю о том что лично для меня понятно я не этого человека я бы сейчас не будем их делить этого может быть совсем даже не твой близкий человек и ты вы соответствует не твой близкий человек ну понятно прах этого человека и символизировать это дерево с тем человеком которого возможно ты по благодетельству евро помог все эти вещи сделать кремировать там турно тебе у проще посадить действительно в каком парке если это большой город каких-то садах или в той же самой деревне просто новую в лесу там у меня личность большой шикарный заповедник шипов лес ты его просто там посадил ты его на всю жизнь запомнишь тоже где-то обстоит это дерево но все-таки это не на твоем участке скорее всего твоем участке ты конечно каких-то кто близкие родственники вот и опять же тебя просто будет от ассоциация и для меня конечно такое дерево вызывало только радость да я вот выходил бы видел его ну разве вас вызовет радость игру могила в тех вариантах есть надгробный камень неважно распятие на нем или нет или это целое деревянное распятие вот как я ну здесь вот распятие да есть такие надгробные камни ну а вот такие виды чем у всех они ассоциируются неважно познал ты истину или нет что суть бытия в любви и свободе и бессмертие все равно уже вот эти вот могильные вещи будут всегда ассоциироваться у тебя со смертью со страхом неприятными чувствами если у тебя вот такая вот могилка будет на участке вряд ли у тебя будет больше радости в жизни появляться а вот если у тебя вот такое вот дерево будет на участке оно всегда будет вызывать радость причем вот именно она связана будет не с усопшим человеком а с живым у тебя при только виде на это деревью дерево у меня бы возникали воспоминания о его жизни а не его смерти вы знаете помните фильм может быть вы смотрели как же он называется с томом крузом последний самурай то мне понравилось фильма тома круза ну там я не помню как вызвали как актера как гиги героя этого киноленты и когда его там этот император спрашивает расскажи мне как у умер ну там этот вождь самураев там помните когда там революция в японии тоже было вот они там отстаивали эти свои традиции и в общем-то их в общем новая власть их убила всех император спрашивает у тома круза который был по приглашению типа как расскажи мне как он умер этот вождь самураев араты аромату как-то не помню как его зовут он будет давайте я лучше расскажу не как он умер а как он жил но они жили в горах и уже давно не общались император но он был по сути министром когда-то этот самурай по обороне там или что-то такое вот не его фразу чем понравилось естественно живое дерево особенно весна лето до осенью будет там листва подать но опять же очень хороший символ зимой она будет вообще стоять без листвы и без плодов тебя будет как раз но зимой у всех ассоциации со смертью сама зима скучно тоскливое это у всех так то есть это будет естественно ассоциации только весна ты будешь вспоминать этого человека причем заметьте ведь это я сейчас говорю далеко не допустим о родителях то есть за то что дети хоронят своих родителей то есть пожилых людей дай бог да в старости да нет это может быть твой даже ребенок всякое в жизни бывает это может быть твой муж или жена брат или сестра какой-то родственник дальний или ближний возможно друг игру которого никого нет и вот так получилось что ты его там ты занимался его похоронами да друг подруга сработник какой-то возможно какой-то важный человек в твоей жизни очень близки да не обязательно что-то родственники что придется хоронить далеко не своих родственников вот конечно же живое дерево будет меня всегда ассоциироваться с жизнью с радостью если ты кстати это же может быть какое-то фруктовое животное и она бое животное фруктовое дерево животных она будет вызывая от него еще питаться будешь вы знаете я бы с радостью собирал плоды из дерева пусть и вот именно в корнях в основании которого прах моего родственника если у кого-то это вызывает какие-то больные может быть ну это ваше право вернее прям я тут кого-то унижать оскорблять не хочу да пожалуйста если вам это как-то прийти для меня бы наоборот было да я говорю вот я бы был этим деревом на это дерево если ты его вырастил в своем дворе это большой дуб вырос да на него можно и качели повесить для своих детей да разве дети не виснут там на родителях на дедушках там на руках да они их качают там чего плохого что на дереве на этом будет висеть качели и внуки или правнуки этого родственника дедушки возможно прадедушки будет веселиться дети разве плохо это по-моему это здорово вот то есть это какой-то символ даже жизни продолжение жизни да ты же не можешь реинкарнировать сам этого человека куда-то да мы над этим не властны это там бог распределяет кого куда отправить а вот ты как бы можешь сам себе это сделать да немножечко так продлить действительно свои воспоминания мысль кстати по поводу вот этого дерева на твоем участке слушайте ну даже если ты захотел продать этот дом ничего страшного что твой родственник твой даже мама или папа кто бы там не был похоронен останется на всю жизнь по под этим так скажем деревом и ты может быть уезжаешь ты продаешь этот дом что плохого если ты кому-то оставляешь это добро во первых ты легко продашь этот дом и не думать что сейчас меркантильные точки зрения хочу рассказать и всякое в жизни бывает мы свое отживаем но грудь ну вы может проживете там хорошо внукам детям вашим их ним внукам достался дом и они все-таки продадут они может давно в город как это сейчас я классику жанра рассказывал уехали в город отучились и остались там жить им остался дом они будут его естественно продавать ну и что что не продадут так скажем с могилой предков своей бабушки и дедушки ну и что может быть и родители я бы завещал вот так же себя там похоронить ну и что но зачем вам этот дом это деревне может она не нужна захотят они продать я бы не хотел чтобы я являлся препятствием для продажи своих детей там этого дома да и слава богу продадут и продадут пусть даже срубит потом пусть покупателя покупатель никогда не купит дом из там будет вот так вот могила представляете где-нибудь чуть ли не посередине как вы думаете кто-нибудь купит такой дом я думаю никто сейчас я вам картинку открою а если там будет какой-то хорошее их красивый большой или плодоносное фруктовое дерево и только в плюс всегда кто знает при продаже любого дома земельным участком вот я говорю даже если во первых ничего им тогда говорить естественно покупателям не надо что там прах моей мамы или бабушки продал да продал вот люди у нас остаются в сердце и я думаю что это каждому понятно вот поэтому знаете я вообще вот по поводу этой всей ностальгии игру ну хорошо что он у тебя есть и что-то у тебя ассоциируется вот но в принципе с прошлым надо тоже расставаться конечно вы вправе как хотите относиться я рассказываю свои чувства да мне не нужно какое-то место на кладбище и амиду для родителей там чтоб туда ходить они на всю жизнь на мою жизнь останутся в моей памяти все близкие люди которые были в моей жизни они всегда в моей памяти ну есть что-то хорошо я даже если мне придется расстаться с этом домом ну что я не придаю этим своих родственникам да я говорю эти кладбище точно так же и сносятся со временем и умирают сколько было кладбищ который уже давно мы даже не знаем где а вы знаете что на куче кладбищ стоят вот современные дома сейчас я знаю что где вот сейчас в этом доме живу вот рядышком тот дом еще там где сейчас мама живет квартира где я все детство выросли они просто папа разъехались я знаю что вот эти дома потом тут местные рассказывают что здесь где-то что ну здесь же частный сектор был его здесь потихоньку сносили вы понимаете что на любом месте практически в любых городах возьмите большие города ведь когда-то это были маленькие деревеньки возьмите ту же самую москву вы знаете на скольких кладбищах стоят там сейчас высокоэтажки то что посмотрите на любую деревню все чуть она заканчивая порой даже кладбище прям чуть ли не по центру этой деревни потому что в центре всегда храм рядом кладбище вот и все потом и то же самое было в больших городах когда они еще только начинались и были вот такими вы думаете кладбище где-то за 10 километров что ли строили нет конечно или за 100 все это было вот прям рядышком естественно город разрастается и его застраивали вот плюс все это разваливалось все это в основном было вот им те же самые кресты все эти все было деревянное все и со времени разваливаться уже ничего найти не зарастало и так далее плюс принимали решение ну или там когда переносили поверьте мне и и вы знаете сами ничего там не переносили два-три для виду перенесут все остальное сравняли и построили вот я уж не говоря о том что мы прекрасно с вами понимаем что люди где только не умирали а что было тысячу лет на той земле где сейчас я стою здесь могла идти война или еще что кто-то жили где только люди не находят я сам лично сколько мы в детстве что-то копали находили кости какие-то не только животных по ходу мои людей и черепа какие-то но в детстве ковырялись там лазили кто знает вечно где-то там по каким-то рвам катакомбам вот чё только не находили поэтому к этому надо проще относиться да по поводу кто-то там может всей этой памяти какой-то или еще что-то надо к этому проще относиться мы все когда-нибудь сольемся в небесном царстве да и все мы живы и все это то что в прах возвращается надо к этому проще относиться вот одно дело какое-то специальное на на намеренное святотатство как это говорят издевательство да там над чем-то так скажем на цветы не а другое дело что это просто жизнь ну просто жизнь земля из земля из нее появились не ушли ушли бессмертно только душа человека она имеет конечно же вид это не не невидимая сущность вот она может принимать разные формы так скажем вот именно разные даже внешние оболочки вот и кстати скажу с христианской просто точки зрения ведь христос он хоть его и убили бога пришедшего плоти но он же воскрес и ничего после себя не оставил даже книжки представляете никакой памяти та истина которую бог на землю явил явно должна была распространяться что удивительно по его замыслу мы же это видим из уст в уста как это говорят таким устным народным фольклором это же всем очевидно сам он ничего не писал ученикам ничего за собой как мы видим по ходу не позволял стенографировать потому что у кого-то могло возникнуть такое желание и сам он у нас нет ни его могилой ту сейчас там весь этот фетиш по налепили храма господние гробы господни да там вот а сам иисус бог явился во плоти и ушел во плоти ничего нам не оставив кроме вот этого устного так скажем предания о себе чтобы мы и из уст в уста это передавали и опять же иисус воскрес и вознесся символ жизни конечно же вот эти вот все захоронения у всех вызывает это вот что такое любая могила любой вот этот надгробие это вот стационар все сделали слепили и все что такое дерево дерево это жизнь она и древо жизни в раю человек христианина будет напоминать всегда этот символ хороший и само оно живое да вот у меня этот родственник всегда у меня всегда будет мысль и ассоциации что он жив он жив потому что вот как живы это дерево посмотрев на кладбище пусть это даже крест вы прекрасно понимаете что проповеди от этого да казалось бы распятие с одной точки зрения может посмотреть о но это проповедь христиан слушать но какая проповедь христианства на кладбище более того кто возьмите православную секту да там люди никогда в жизни евангелие не читали мы тогда раз пять они знать не знают кто такой христос все равно и хоронит и все по православным традициям только евангелие никогда не читали 95 процентов из них если читали никогда по нему не жили и жить не собираются не жили те кого они вот по всем православным традициям хоронит ну к чему это проповедь самого себя назидаться как писал апостол павел что толку самих себя назидать для кого эти кладбище туда что язычник зайдет и во христа уверует нет конечно поэтому проповедовать должны мы живые своей жизнью и словом вот какая должна быть проповедь христианство поэтому если честно по на по на по на втыкнутые эти кресты проповеди христианство не являются они скоро является проповедью смерти вот именно у тех сам право православных просто фетиш и у католиков просто фетиш по мертвечении они даже в своих сектах поэтому мертвечении просто тащатся все эти мощи там не мощи и так далее конечно же символ жизни и вот я вам картиночки для примера конечно сами все это можете найти ну так то чтобы на глаза чуть-чуть повоздействовать вам но у кого вот у вас мэр и может быть даже муж умер или жена не дай бог да муж не дай бог дети не дай бог но все равно это у вас вот дерево и она может быть в прекрасном саду вы можете в лесу и посадить на какой-то опушке на какой-то горе на которую в каком-то месте где вы часто бывали игру из вас частный дом то вообще может быть тогда ваш двор самое прекрасное место как я вам рассказал пожалуйста американцы ну как я по фильмам суди может это еще где то есть да сами эти урны ставят на самом центровом месте дерево это надо посадить и на самом красивом как раз месте самом необык самом как для вас может быть важным на вашем участке каком-то вы всегда будете под ним с радостью сидеть и всегда вас как раз будут мысли об этом человеке я говорю и уж во дворе в своем вы чаще бываете нам чем на кладбище вы каждый день выходите идете там на работу занимаясь чем-то во дворе вот вам пожалуйста картиночка может быть вы вместе да наоборот там ваши родители но все когда эти умрем до тема на самом деле для нормального человека который верит в бессмертие вообще для меня вот я когда горю от смерти мне даже печаль никакой нет это же не смерть это начало новой жизни если это семья игры опять возьмем может быть даже это дети так вот и что вас дети ассоциируются с плохим со смертью нет с жизнью это что это ваше дерево будет напоминать вам о ваших детях я убежден я вот сейчас смотрю даже на эту картинку почему на любую у меня это сразу и смотрю я понимаю что у меня будет вспоминаться живой ребенок вот как он бежит ток я посмотрю на могильник у меня сразу какая мысль возникнет мертвого ребенка потому что там где-то нашли или пусть он в больнице умер неважно я буду смотреть на дерево у меня сразу будет воспоминаться его жизнь его улыбка его беготня его еще что-то я просто я вот сейчас смотрю я когда смотрю на деле вот эти картинки у меня все хорошо только я это я вам самую безобидную такую нашел тоже красивая лужаечка зеленая посмотрите цветочки на могильнике я даже не стал для контраст хотят люблю что-то не поленился вам надо показывать картинки фотографии кладбище могильник я думаю что я хочу как раз показать позитивное да и вот этот позитив я одну картинку на другую перематываю смысле о том что я же это дерево что там прах усопшего человека но у меня так как я вижу все живое кругом природу живу это дерево живое пожалуйста вот игру посмотрите какая красивая картинка семья ребенок и под этим деревом ваши то есть вы как будто в окружении этой бабушки этого дедушки да ну или кто-то близкого вашей семье возможно вашим даже детям то есть все их знают вот пожалуйста еще картинка еще мне кажется лучше смотрите целое я говорю это можно хоть в центральном парке там ну возьмем россию москвы и петербурга вот чтобы люди рай я бы хотел чтобы я нес людям радость если от моего дерева людям будет там даже я буду тенью для них от солнца да я не буду там так скажем я буду приносить людям пользу и радость тем что они будут под моим под красивым деревом укрываться от солнца палящего днем и просто это дерево вызывает у них какие-то эмоции я вот лично был счастлив хотя сам я не это дерево я вам образно да уже говорил да ну как как бы рассуждаем если об этих мыслях вот то даже после своей смерти ну или верить в то что ты становишься этим деревом и тебе дали хоть какую-то жизнь допустим ты не веришь в бессмертие на вере что его какой был бы поверь в какой народе что ты вы тебя можно хоть как-то еще продлить посадив в это дерево до твою жизнь твоей душе вот я был только счастлив чтобы люди рядом со мной были счастливы да ну понятно несчастлива того что они еще едят они веселятся они может быть что-то выпивают да разве вот эти картинки вызывают у вас плохие эмоции мне кажется такие картинки могут вызвать только положительные вот почему я лично склоняюсь конечно же я вот специально такой пост сделаю тоже себя в соцсетях после этого видео конечно же это сами понимаете с этим даже рядом не встанет вот так вот хотел поделиться мне кажется мысль здравая вот может быть кого-то просто скоро возникнет выбор мой я не знаю насколько сейчас распространено так как это говорят раскручена эта мысль идея если возможности вот но в принципе я дело даже не в этом вы знаете когда-то об этом уже задумывался и я вот ну у меня не так давно так скажем дом в деревеньке а я всегда хотел вот именно на своем участке действительно там когда придется тут уже не дай бог не скажешь все когда-то туда уйдем в новый мир вот и там своих родителей там или еще что-то я бы вот так и сделал человек заморать я реально в крематоре отдам это тело и просто я не вряд ли будут заморачиваться на какую-то био там урну и семечко она может не прорасти вот я бы купил уже более-менее в этом питомнике где-нибудь какое-то деревце растение уже хоть как-то выращено кто знает все равно это больше шансов что она приживется чем ты там и семечко вот и посадил бы и просто в земле бы действительно просто развеял да это про а может быть даже вот именно и не развеивал ну вот в любую в любом добью как биоконтейнеров это кому это вообще надо каком бы мне виде не отдали там это в пластиковом или сейчас я я даже не знаю как там отдают из крематоре вот потом бы я все пересыпал может быть да потому что я верю много пепла несмотря на тут на твой усопший на несмотря на то что это твой усопший родственников и ты веришь свято что он принесет только пользу этому дереву до корням нет все таки избыток золы это будет принципе обычная зола на самом деле как и правильно назвать пепел я не знаю золан она может сыграть плохую так скажем роль в развитии растений можно даже погубить эти корни потому что будет нарушена там чё там ph в земле или еще что-то поэтому я бы в какой-нибудь контейнер просто это ну разлагаем и действительно да честно можно в любой рулон бумаги в бумажный стаканчик все это сделать оформить ну я не знаю сколько там дают честно я никогда с этим не связывался вот ну по ходу все это можно разобраться все это сделать и действительно поглубже выкопать туда это закопать чтобы еще слоем земельки присыпать потом уже качественно если надо со всеми какими-то удобрениями тоже посадить то дерево который ты хочешь уже выручено полугодового то что все равно это все в этой семечке никто вашего родственника не вдунул не дыхание жизни это отдельная семечка вот а там действительно посадить когда там этот контейнер разложится все равно этот прах уже в земле растворится но уже и дерево приживется ему это будет на пользу уже то то время вот я так честно я бы сделал так и когда будет когда это в жизни случится в моей я думаю что я так и сделаю я не важно где я буду какой-то дом я говорю я может быть это сделаю ты в доме свой могу я может быть даже иметь дом вот я в пузево и живу там сейчас я вот уехал хотел сейчас сегодня 15 марта скоро я собираюсь поехать на лет туда действительно я может быть даже это сделаю не там а где только можно возможно в том что там в воронеже в каком-нибудь парке если разрешат посадить дерево или где-то вот в дворе вот где я тут всю жизнь прожил мы просто родители мои я мы жили вот в этих домах в больших но тут дворы пожалуйста тут же никто не будет спрашивать ты захочешь дерево посадить где-то там может быть в центре города те скажут что тут ковыряешься ты подойдешь чуть ли не в центре города вот но у меня нет смысла там в центре города своего неких асоциации нет мои родители не были городоначальниками или еще что-то а вот допустим в том дворе в котором всю жизнь они выросли может быть в этой же принципе мои родители а может где-то там у меня мама с нижнего новгорода папа с москвы где угодно вот и ты можешь посадить где-то сегодня живешь да может я буду где-то жить пусть не в этом доме пузе может я уже продам да и не в этой квартире может я где-нибудь вообще буду в другом месте жить в другом городе в каком то же самое россии просто другом городе я посажу там где буду жить но если даже я оттуда уеду ну родители всегда останутся у меня здесь кто их отсюда вырвет да никто мне лично я не знаю как другим я говорю не надо куда-то ходить чтобы вспоминать я думаю в жизни поводом в день даже что тебе навеивает воспоминания от твоих родственников всегда будет хватать просто по жизни вот лично мне не надо кому-то надо ну пожалуйста я говорю хотя где бы ты это не сделал согласитесь ты оттуда уедешь может кладбище далеко и каждый то есть я в этом конечно никакого вообще вот смысла не вижу и кстати говоря вот даже я могу сказать что это тоже может быть комнатным действительно растение вот не как я говорю в этих американских фильмах я просто так понимаю что в америке то что я же видел фильмах в основном вот они эту урну ставят на полку ну уж опять же это надо как-то оформить в большом цветок какой-то в основании тогда можно дошла не разлагалась в этой земле потому что я уверен что этой зал и этого пепла будь слишком много и растений даже может и не вырастить или вырастить повредиться ты можешь просто в дно чашки как-то хотя какой в этом тоже смысл таки там действительно вот в живой земле надо сюда даже вот я бы даже не стал дома это делать ну так вот может быть я затянул хотел поделиться интересная мысль хотелось порассуждать поговорить или может быть кому-то это что-то тоже пригодится я когда в свое время об этом сам думал и сейчас вот увидел что это уже ну такую можно сказать услугу представляет я сильно углубляться не стал потому что для меня сейчас это не актуально все было актуально я бы конечно этой темой поинтересовался где что это можно купить в россии не россия вот и там бы я уже решил но мне вот это вот близко человек это жизнь иисус воскрес мы все бессмертны и я считаю что все это должно ассоциироваться с жизнью и радостью и нам нести окружающим нас людям а все вот эти вот кладбище да все это связано с тем сам православием да у них все связано со смертью с плачем со слезами а бог это радость бог это жизнь бог это свобода бог это бессмертие бог это любовь на этом у меня все я с вами прощаюсь надеюсь что то вам было интересно полезно назидательно всем желаю всего самого доброго и всех благ о том что мы бессмертны я все не рассказал вы все знаете христос воскрес мои дорогие